Позвонили к домашней, и такой крик «Мама! Мама! Мама! Я попала в аварию!» Я переходила улицу в неположенном месте, и меня сшибла машина. За рулём была девушкой. Она пострадала больше меня. О подробностях происшествия сердобской пенсионерки тут же начал рассказывать якобы следователь, которому псевдородственница передала телефон. Незнакомец сообщил, что женщина-водитель находится на грани смерти. На операцию и дальнейшее восстановление требуется 900 тысяч рублей. Иначе виновница аварии станет фигурантом уголовного дела. Я начну 300 тысяч. Никому ничего не говорите, не звоните, иначе будет хуже. Когда жертва обмана оказалась на крючке, за деньгами приехал курьер. Пенсионерка передала ему все свои сбережения около 100 тысяч рублей. Приметы мужчины она хорошо запомнила, и вскоре злоумышленника задержали в Пензе. Им оказался ранее судимый житель Астраханской области 1996 года рождения. Астраханец рассказал, что находился в городе Саратове и знал о криминальном характере своей деятельности. Работу дробкурьером нашёл мессенджер, списавшись с неизвестным мужчиной. Незнакомец передал подробные инструкции. Работа заключалась в том, чтобы взять деньги и положить их на банковские карты. Собственно, и всё. Выходили ко мне пожилые люди, отдавали пакет, и я уезжал. Установлено, что курьер побывал в Сердобском районе у двух пенсионерок. В общей сложности женщины передали ему чуть менее миллиона рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают организаторов преступления. Продолжение следует...